Пары только желающие стать родителями и девушки на последнем месяце беременности. Экскурсию по перинатальному центру провели для всех, кто думает о расширении семьи. Я хочу рожать с мужем и не во всех роддомах наших Рязани, насколько я знаю, есть такая услуга. Поэтому я решила здесь посмотреть тоже, как это все устроено. В девятом месяце беременности предстоит третье Кесарева. Поэтому интересно послушать сегодня информацию, благо время позволяет сюда прийти. Напомним, что перинатальный центр существует более восьми лет. Он сразу начал работать в полном объеме. На сегодняшний день специалисты приняли более 25 тысяч родов. В день открытых дверей, который состоялся впервые, гостям показали самые укромные уголки. Среди них отделение патологии при беременности, родильные залы, операционные, отделение анестезиологии, реанимации, помощи новорожденным. Амбулаторная служба, которая работает как консультативно-диагностическая поликлиника и женская консультация. Плюс у нас еще есть такие отделения, как клиника-диагностическая лаборатория, которая выполняет весь полный спектр обследований, требуемый для беременных и для женщин, для оказания помощи женщинам. Есть отделение физиотерапевтическое, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики. Вот это все мы готовы показать. В перинатальном центре трудится порядка 400 специалистов различных профилей. Объединяет их одно. Они могут оказать любую необходимую помощь как маме, так и ребенку. Стоит отметить, что именно перинатальный центр принимает преждевременные роды. Если такие произошли в области, то в течение 15 минут на место выезжает бригада консультативного дистанционного центра для оказания помощи новорожденному. А также работает диагностический центр с акушерами и реанимационными бригадами. Это уже взрослые бригады, которые выезжают на вызовы в различные районы нашей области для оказания помощи реанимационной, акушерской, экстренной помощи уже женщинам. Иногда бывают случаи, когда параллельно две машины поезжают в один район. Стать пациентом перинатального центра можно по направлению от лечащего врача или же путем прикрепления к поликлинике при центре. По закону менять место, где человек получает медицинскую помощь, можно раз в год. Стоит отметить, что экстренная помощь оказывается абсолютно всем обратившимся в приемный покой.